Доктор, мне только спросить. Здравствуйте, с вами Александра Ревенко на телеканале Доктор. Здесь мы встречаемся с самыми лучшими врачами нашей страны. Задаем волнующие нас вопросы и получаем на них облегчающие ответы. И сегодня со мной в студии доктор-онколог-мамолог, доктор медицинских наук Надежда Ивановна Рожкова. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый день. Хотела бы перейти к нашей первой рубрике «Наболело». Что у вас наболело в отношении к пациенту? Я бы сказала так, что вся наша жизнь – это череда удач, успехов, ну и, к сожалению, ошибок, которые приводят к каким-то нежелательным последствиям. Даже неправильное питание, создание каких-то нерешенно-стрессовых ситуаций и прочее. Всё это приводит к каким-то неудачам и, в общем-то, создаёт впечатление, что жизнь не удалась. Но главная, по-моему, ошибка всех – это безответственное отношение к своему здоровью. Но сейчас очень, мне кажется, огромное достижение нашего здравоохранения – это диспансеризация. С 2013 года она вернулась после Советского Союза к нам опять. И это очень хорошее направление, потому что оно даёт возможность выявлять ранние формы различных заболеваний. При диспансеризации мы можем обследовать разные органы и системы. И в том числе вот я хочу коснуться именно рака молочной железы, поскольку мы касаемся сегодня женского здоровья. Рак молочной железы – это лидирующая проблема среди онкологических заболеваний у женщины. Она стоит на первом месте и, к сожалению, имеет неуклонную тенденцию к росту. Так вот, диспансеризация позволяет выявлять самые ранние формы рака. Если раньше, ещё, ну, наверное, лет 40 назад мы выявляли рак в первой стадии лишь в 13% случаев, а это калечащие радикальные операции, это отёк верхних конечностей, постмастектомический синдром, в 70% это была инвалидизация женщин, не говоря о психологической травме, что женщина уже чувствовала, что жизнь её закончена. То сейчас, благодаря диспансеризации и, в частности, рентгеновской маммографии, мы выявляем рак на ранних стадиях почти в 75% случаев. Что это значит? Это очень серьёзный шаг вперёд. И главное, что это даёт возможность не делать вот эти калечащие операции, а выполнять органосберегающие, небольшие операции, делать эндопротезирование одновременно. Всё это делается бесплатно в наших клиниках. И женщина не только продлевает свою жизнь, но она ещё и сохраняет красоту, свою социальную жизнь, семейную, и, в общем, она себя чувствует совершенно полноценным человеком. То есть вот, казалось бы, только сходить обследоваться, сделать рентгеновскую маммографию, и при выявлении ранних форм, в общем-то, тебя не ждёт такое вот сложное лечение, огромный объём этих различных операций. А ты, в общем, довольно быстро пройдёшь этот лечебный этап и вернёшься к своей жизни. Сейчас диспансеризация у нас проходит с 40 лет до 75 бесплатно. Можно прийти в поликлинику и сделать это исследование. И рентгеновская маммография, именно она, никакой другой метод. Есть много других – УЗИ, МРТ и так далее. Но именно этот безальтернативный метод позволяет выявлять рак самый маленький в виде скопления микрокальцинатов в 50 микрон. То есть это не видно глазом, это не прощупывается руками, только видно на рентгеновской маммограмме. К сожалению, при УЗИ тоже не видно этот вариант рака. Поэтому скрининговым методом считается всё-таки рентгеновская маммография. Но ультразвуковой метод тоже великолепен, и он хорош у молодых женщин. И здесь вот коснусь молодых женщин, что известно, что рак – это всё-таки возрастное заболевание. Как правило, статистика показывает, что старше 40 лет он начинает возрастать, и заболеваемость растёт. Но сейчас идёт, к сожалению, омоложение рака. И молодые женщины где-то от 15 до 45 лет за последние годы, действительно, за последние 10 лет выросла частота рака молочной железы у молодых женщин на 64%. Это очень беспокоящая цифра, и она заставляет уже заниматься не только женщинами старше 40 лет, но и молодыми женщинами. Что они должны делать? Они должны ежегодно посещать гинеколога. В соответствии с нашими приказами, которые изданы и для гинекологов, и для онкологов, и приказы по диспансеризации, молодые женщины раз в год должны посещать гинеколога, и гинеколог должен осматривать молочные железы. Далее, если он выявил какие-то изменения, женщину направляют на рентгеновскую маммографию, даже если она молодая. Потому что, мы повторяю, только рентгеновская маммография выявляет все известные варианты непальпируемого, непрощупываемого рака. Чем связан такой рост? Рост. Десяток факторов риска, которые предрасполагают к развитию рака. Ну, прежде всего, это возраст, конечно. Потом очень важный фактор – это избыточный вес. Как ни странно, это действительно очень серьёзный и фактор, который, пожалуй, стоит на первом месте. Потому что жировая ткань – это не нейтральная ткань, не безразличная. Она депонирует эстрогены. Где-то пишут даже, что она продуцирует эстрогены, гормоны, что она продуцирует целый ряд веществ, которые, потом распадаясь, могут быть даже частично канцерогенами. Мало того, жировая ткань избыточная приводит к дисбалансу минеральному, гормональному. И организм уже работает не в своём привычном ритме, а происходит ошибка. А ошибка постоянная приводит к началу развития болезней. Они могут быть сначала доброкачественной природой. Кстати, мастопатии – все знают это слово. Где-то процентов у 80 женщин бывает мастопатия. Молодые женщины должны после гинеколога пойти и сделать ультразвуковое исследование. Потому что этот метод хорош при высокой маммографической плотности, то есть при развитой железистой ткани, такая, как у молодых женщин. И он хорошо выявляет узловые образования. Он почти в 100% диагностирует кисты, также, наверное, в 100% фиброаденомы и узловые формы рака. Вот это мы прекрасно видим при ультразвуке. И если вдруг выявляются эти изменения, то женщина идёт на дообследование. Дообследование уже проводится в другом кабинете, где осуществляется так называемая биопсия. Самое главное – это вовремя прийти к врачу. Вот ваша мысль очень правильная. Именно её я хотела подчеркнуть, что все эти процедуры возможны, когда опухоль маленькая, до 2 см. Если она уже выросла больше 2 см, уже нужна хирургическая операция. А что бы вы посоветовали пациентам, всем нам, женщинам, что нужно сказать себе, чтобы вовремя прийти к врачу? Ведь часто бывает, как правильно вы сказали, что мы выбираем помочь кому-то близкому. Всё, что угодно делаем, только не пойти к врачу. А вот что нужно сказать себе и как себя направить уже напрямую для того, чтобы пойти к врачу? Я бы так сказала, что женщина, в принципе, это очень ответственный человек, потому что она отвечает за семью, детей, мужей и так далее. И вот здесь надо поставить перед собой задачу, что лучше ты помогаешь кому-то, чем потом ты будешь обузой для кого-то, когда с тобой будут серьёзные заболевания. Вот мне кажется, это очень важный мотивирующий фактор, что ты должна об этом помнить. Ты всегда должна быть начеку, всегда всем помогать, но для этого беречь своё здоровье, чтобы всё у тебя получалось, чтобы ты всегда была красивой, нарядной, успешной, и чтобы у тебя хватало сил на исполнение всех твоих желаний. Женщинам нужно ходить, и главное, что это результат. Я с этого начала, что если раньше первая стадия была в 13%, то сейчас в 75%, и этот процент всё больше растёт. А с чем это связано? Связано с тем, что мы выявляем ранние формы. Что если раньше это были вот такие опухоли, метастазы, то есть общее состояние было уже ужасное. Значит, это не статистика ухудшилась, а исследования стали... Да, совершенно верно. Заболеваемость, она тоже растёт, потому что по статистическим данным растёт. По данным вот мировой статистики, если сейчас в мире ежегодно новых случаев рака 2 миллиона, то в 40-м году это будет 3 миллиона, то есть рост неуклонный. Поэтому, естественно, развиваются новые технологии сейчас, которые позволяют ещё лучше выявлять ранние формы рака. Но наша задача – предупреждать развитие этих болезней. Поэтому вот немаловажно заниматься доброкачественными заболеваниями. И вот в частности, мастопатии. Очень часто женщины приходят и жалуются на болевые ощущения в молочных железах. И казалось бы, ну, болевые ощущения, что особенно? У всех болит. Ничего подобного. Проведено несколько научных исследований, которые показали, что если болевые ощущения в молочных железах более 3-5 лет, то это в 3-5 раз повышает риск развития рака. То есть даже вот такой клинический симптом он должен настораживать. И женщина должна пойти к врачу обследоваться. То есть это, получается, одна из самых частых ошибок, которые допускают пациента? Одна из частых ошибок, потому что не придают значения. Ну, болит и болит, и всегда болит. И всё. А это уже клинический симптом, на который нужно обращать внимание. А ещё какие ошибки допускают пациента? А ещё ошибки такие. Вот мы проводили социологический опрос у женщин из очень такого приличного научно-исследовательского института. Казалось бы, грамотные люди, цивилизованные, они не знают клинических проявлений рака. Не знают, как он должен проявляться. И вот об этом тоже нужно помнить. Прежде всего, вот мы говорим слово самообследование. Оно обязательно должно быть. Пусть мы ищем 50 микрон там рак, но тем не менее, если ты пощупаешь и маленькое образование нащупаешь, это всё равно ещё будет ранняя стадия заболевания. Поэтому самообследование проводить обязательно. А как его проводить? Раз в месяц. Ну, у женщин с менструальным циклом в послеменструальные дни, когда молочные железы мягкие, расслабленные, ненапряжённые. И тогда вот лучше всего в душе, мне кажется. Когда вот мокрая кожа, руками провести, посмотреть, пощупать, посмотреть на кожу. Цвет её может меняться. Это тоже настораживает. А как он может меняться? Он может гиперемией какая-то вдруг быть, ни с того, ни с сего. Наоборот, синюшность такая может появляться. Это признак гиперваскулиризации, то есть выселение венозного рисунка. И это тоже неспроста. Значит, нужно идти обследоваться. Потом пощупать, посмотреть. Кожа может втягиваться местно. Это симптом инфильтрации. То есть опухоль маленькая может быть, но она уже подрастает к коже. Наоборот, симптом выбухания. Вот, например, кисты, если близко расположены к коже, они могут вот так выбухать. Тоже на это нужно обратить внимание. Или симптом такой лимонной корки. Вот как лимонная корка вдруг появилась на молочной железе. Это признак инфильтрации. То есть где-то есть опухоль, которая начинает подтягивать окружающие ткани. Тоже очень важный момент. Обязательно смотреть на соски, чтобы они не втягивались, чтобы не было корочек. И двумя пальцами сжать, посмотреть, есть ли выделение. Молозиво-подобные, такие белого цвета выделения, в общем-то, это не страшно. Это бывает признак мастопатии. Проявление и признак мастопатии. А вот серозные, такие как янтарь или кровянистые, бурые, коричневые, это серьёзный симптом. Не обязательно, что это будет рак, но где-то в 50, может быть, даже в 70% случаев это может быть первый признак рака в протоках. Известно, что рак развивается из протоков. Поэтому состояние протоков очень важно. И вот если мы выявили этот симптом, мы делаем ещё одно исследование. Дуктография. Это контрастирование протока. Буквально специальным бужиком расширяют отверстие протока, вводят маленькую конюльку и буквально капельку йодорастворимого контрастного вещества. И делают после этого рентгенографию. И мы прекрасно видим просвет млечных протоков. И если есть хотя бы малейшее пристеночное разрастание, меньше миллиметра бывает, то это уже симптом заболевания. Это может быть доброкачественная папиллома, но может быть и начало злокачественного процесса. Для чего это нужно? Опять же, делается операция, причём можно сейчас вакуумной биопсии делать, но, как правило, делается небольшая секторальная резекция по удалению вот этого протока. Что это значит? Это самое начало рака, который ещё не даёт метастазов, и женщина живёт и вообще забывает о том, что это заболевание у неё было. Поэтому вот такой простой симптом выделения из соска, он даёт положительные результаты, если вовремя пойти ко врачу и сделать всё, что положено. Спасибо. Это, мне кажется, для меня, и для наших телезрителей очень важный и интересный. Да, казалось бы, это простые вещи, но это ничего не стоит. Вот подошла и на себя посмотрела. Да, просто посмотреть, обратить. Да, главное, что любой симптом – это поход ко врачу. Хотела бы перейти к нашей следующей рубрике. Это топ-3 вопроса, если можно так сказать, самые часто задаваемые вопросы. Какие вопросы вам задают чаще всего? Например, вот есть семейный рак, наследственный, и вот здесь женщины приходят в большой тревоге, как быть дочерям, нужно ли обследоваться, и какое-то, может быть, особое внимание. Я бы сказала так, что наследственный рак, о нём очень много говорят. Риск заболеть, если у мамы, у тёти, у бабушки был рак молочной железы, риск заболеть 5-10%. То есть, ну, не так высок. Но этим женщинам и дочерям обязательно нужно сделать анализ крови, ДНК-исследование, генетический анализ на мутации генов BRCA1 и 2. А вот история с Анжелиной Джоли, все её помнят, она уж, не знаю, лет 10 назад, наверное, прозвучала. И после этого все стали приходить на обследование. Она поступила радикально. У неё нашли мутации генов, а при мутации 80% риска. То есть, это уже высокий риск. И здесь есть два варианта. Один вариант лечения, как Анжелина Джоли. Удалить молочную железу, удалить яичники. То есть, ну, более чем радикально. Но это не стопроцентный вариант. Потому что, когда удаляется железистая ткань, молочной железы, делается эндопротезирование, всё равно под кожей остаётся немножко клетчатки. И в 10% случаев, как показывает научное исследование, рак может появиться. Но есть другой выход, более простой, такой консервативный. У нас в стране такой профилактической мастектомии, такого названия нет операции, делают подкожная мастектомия. Она показана, когда в молочной железе или действительно уже появился рак, или форма мастопатии неблагоприятная, с микрокальцинатами, с преобладанием фиброзной ткани, в клетках атипия, метаплазия. Вот тогда следует делать так, вот радикально убирать эту ткань. А если просто нерезкие проявления, нерезко выраженной мастопатии, особых изменений в молочной железе нет, то можно использовать консервативное лечение. Есть специальный препарат на основе брокколи, там, ну, индолтрикарбинола. Лекарственный, это не БАД, ничего, а настоящий лекарственный препарат, который давно себя уже зарекомендовал. Так вот, можно использовать его. Что он делает? Какой механизм его действия? Он, в общем-то, несложный. Мы все знаем, что ген имеет две копии. И вот при мутации одна копия не работает. И количество противоопухолевого белка вырабатывается в два раза меньше. И вот тут возникает вот этот риск 80-процентный. Этот препарат усиливает работу здоровой копии гена и продуцируется достаточное количество противоопухолевого белка. Тем самым он либо отодвигает сроки возможного развития рака, либо вообще исключает его. Поэтому, опять же, не нужно бояться, да, у бабушки, у тёти там был рак гинекологический, рак молочной железы. Нужно просто почаще обследоваться. Обязательно рентгеновская маммография. И приходить на обследование раз в год. Если все женщины при отсутствии изменений обследуются один раз в два года, то здесь надо приходить ежегодно обследоваться. И вот даже при наличии мутации генов, кровь, анализ вы сделали, нужно попробовать вот это консервативное лечение. Конечно, у всех врачей есть случаи из практики. У вас очень богатый опыт. И хотелось бы узнать, есть ли случаи, которые особенно запомнились в вашей практике. Действительно, я скажу, что вот я принимаю пациентов до сих пор несколько раз в неделю. И многие делятся историей своей жизни. И поэтому я скажу, врач, наверное, проживает много жизней, потому что он имеет огромный опыт. Он слушает, какие проблемы возникают в разных семьях, как они выходят из этих проблем, какие пути, как это всё решается. Поэтому невольно это накапливается. И когда следующий пациент приходит с какой-то проблемой, ты можешь с ним поделиться и сказать, а вот, может быть, лучше стоит сделать вот так, вот так и вот так. И я скажу, что это очень полезно, вот такое общение, потому что вот на моей жизни очень много спасённых семей, как-то исправлена ситуация с детьми. И вот среди всех вот таких особенностей житейских я бы выделила вот один случай. Была у меня женщина где-то лет сорока. Красивая, статная, высокая, очень требовательная такая, капризная. Это сразу видно по ней. И вот она приходит, и у неё запущенный рак молочной железы. Она не замужем, не имеет ни семьи, ничего. И вот запущенный рак. Запущенный рак – это серьёзно. Это очень огромное, объёмное лечение. Это довольно долгий процесс, это много силы воли надо. Но, тем не менее, сейчас это всё излечимо. Она справилась и приходит ко мне где-то на контроль через год. Входит красавица, счастливая, с ясным взглядом. Я говорю, боже мой, кто ко мне пришёл? Я говорю, что случилось? Она говорит, я вышла замуж. Вы понимаете? Она так боялась вот этого вот какого-то уродства, каких-то физических неудобств. И вообще считала себя калекой. И вот вышла замуж. Я говорю, как так получилось? Она говорит, вот эта болезнь дала толчок. Я пересмотрела все свои жизненные позиции. Я перестала быть требовательной. Я ничего не требую от окружающих. Я радуюсь каждому дню, каждый лучик солнца. Я утром встала, а у меня новый день. То есть я от всего получаю удовольствие. Потому что я поняла, что такое жизнь. И вот к таким людям, таким позитивно относящимся ко всему, их сразу окружает много людей. К ним тянутся, это естественно. И вот возникает любовь. И вот этим примером я бы хотела сказать, что не нужно в жизни ждать каких-то ситуаций, которые будут ломать твои принципы. А просто жить сегодня, радоваться каждому дню, получать удовольствие. Чтобы каждый день был праздником. И я скажу, у таких людей реже возникают заболевания. Потому что организм работает созидательно. Наш генетический аппарат, он именно на это настроен. Созидательно. Когда мы в трепете, в каком-то страхе, в волнении, гены останавливаются и не знают, как им работать. И начинается шибко. Это действительно так. А когда ты позитивный, все работает только на плюс. Поэтому вот такой у меня пример. И это не один пример, почему я и сказала, это не одна женщина такая. И потом вот еще и еще такие же появлялись. У нас следующая рубрика – это отзывы. Отзыв первый. Если нужен грамотный мамолог, то советую к Рожковой обратиться. Я с ней лично знакома, потому смело рекомендую. Надежда Ивановна понравилась не только своей внимательностью и доброжелательностью, но и компетентностью в первую очередь. Ни один мой вопрос не поставил ее в тупик. Уверенная, знающая, рассудительная женщина. Совершенно не грубое приобщение. От себя хочу сказать спасибо. Многое полезного от нее я узнала и успокоилась за свое здоровье. Спасибо. Это очень приятно, что наша работа приносит пользу. Второй отзыв. Спасибо врачу за точный диагноз. Мне ставили мастопатию до этого, но оказалось все куда хуже. Новость шокировала. Но все же я понимаю, что лучше распознать болезнь на ранней стадии. Сейчас прохожу лечение. Очень надеюсь, что удастся с помощью врачей победить болезнь. Рожкова – грамотный врач. Она видит то, чего не замечают другие. А еще Надежда Ивановна – человечна, что при ее профессии очень важно. Спасибо, спасибо. Пожелаем ей успешного лечения. И чтобы обязательно приходила на контрольное обследование. И прочту еще один отзыв. Рекомендую профессора Рожкова Надежду Ивановну. Список ее должностей и званий огромен. Но она – практикующий врач-диагноз высшей квалификации. Обнаружила у меня РМЖ мгновенно. РМЖ – это рак молочной железы. И при таких обнадеживающих диагнозах, как жировик и мастопатия, к сожалению, ожидание записи к ней может занять месяц. К сожалению, очередь у нас есть. Мы стараемся, конечно, ее ликвидировать. Но, в общем-то, заболеваемость растет. Потом наш институт – один из ведущих, институт Герцена, куда, конечно, стекаются все довольно… Самые сложные, пожалуй, пациенты, где не очень справляются на местах или есть какие-то сомнения, они приходят к нам, чтобы уже поставить окончательный диагноз. Ну, будем стараться очередь сокращать. Я всем желаю, чтобы все приходили обследоваться. Мы готовы быть полезными. Спасибо. Большое спасибо, Надежда Ивановна. Спасибо, заработала конфеты. Доктор, мы очень благодарны за нашу встречу. Спасибо за ваши ответы. Спасибо за ваши пожелания. Мы будем соблюдать ваши рекомендации. Спасибо вам большое за то, что вы уделяете внимание в своих программах к женскому здоровью. Это очень важно. Мы лишний раз напомнили женщинам, что нужно обследоваться, помнить о себе и ответственно относиться к своему здоровью, потому что женщина – это главная фигура на земле. Мы должны об этом помнить. И выпить чашечку кофе с этой конфеткой. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Получить удовольствие от жизни. Это была программа «Доктор мне только спросить» на телеканале «Доктор». И я, Александра Ревенко, прощаюсь с вами. Нас ждут новые интересные врачи, не менее интересные ответы. Так что до новых встреч!